Сейчас мы с вами продолжаем. У нас следующее выступление также от партнера компании Bittrex24. Это Центр технологий Smart Portal и тема «5 управленческих ошибок, совершаемых при внедрении Bittrex24». На самом деле тема очень важная и интересная, поэтому я приглашаю Павла Аристархова. Спасибо. И давайте послушаем. Я приветствую уважаемых участников конференции. Еще раз представлюсь. Павел Аристархов меня зовут, руководитель Центра технологий Smart Portal. Прежде всего хочу поблагодарить компанию 1S Bittrex за прекрасное мероприятие, за возможность выступить. Наша компания является золотым сертифицированным партнером по Bittrex24. Первая в Урфо по продажам Bittrex24. Порядка 100 внедрений уже в портфолио. И масштаб организации совершенно разный. От небольших семейных дел и бизнесов до достаточно крупных холдинговых структур, таких как компания МАКФА, известная, я думаю, всем в этом зале компания Юничел. Следующий докладчик будет представлять правительство Челябинской области. Это тоже наш клиент. И в процессе всех этих внедрений мы выявили определенные закономерности, которые свойственны руководителям, которые ответственны за внедрение со стороны заказчиков. И поскольку у многих у вас уже есть Bittrex24 или вы, возможно, рассматриваете внедрение этой системы у себя, мы хотим просто постараться вас предупредить, с чем вы с нашей точки зрения неизбежно, так сказать, столкнетесь. Ну, могу сказать, что все слайды на базе реального опыта. Теории грузить я не хочу. Только самую суть буду стараться донести до вас. Начну с эпиграфа, который, с нашей точки зрения, вообще предопределяет успешность Bittrex24 и такой серьезный рывок в коммерциализации этого продукта. То есть по нашей оценке в два раза вырастает он в год. Эпиграф Андрея Костина, президента ВТБ, он сказал эту фразу, когда ВТБ поглотил магнит. Совсем это недавно произошло. То есть читать его не буду, но суть такова, что, да, меняется быстро рынок. И драйверы этого изменения, они следующие с его точки зрения и с нашей тоже. Требования потребителей растут. И, ну, онлайн-офлайн, взаимным проникновением онлайн-офлайна никого, конечно, не удивишь. А вот то, что роль высоких технологий растет, то есть это, если говорить на одной чаше весов, вот эти растущие требования, да, то что как-то их уравновесить организациям помогают именно высокие технологии с нашей точки зрения. Ну и Михаил Маратович Фридман, тоже известный бизнесмен, он, между прочим, если кто не вдавался в подробности его успехов, он создал четыре компании стоимостью более 10 миллиардов долларов. То есть тут уже однозначно это не какие-то случайности, связанные с приватизацией, это закономерности. То есть это серьезный эксперт, и он примерно то же самое говорит, что и предыдущий автор. Но он подчеркивает, что вот умение быстро меняться в этих условиях и комфорт делать эти изменения, они предопределяют успешность крупных структур. Все компании, которые к нам обращаются, можно разделить на небольшие группы. Первая группа – это лидеры рынка. Они находятся на волне успеха. И мы считаем, что в этой ситуации важно понимать вообще основы успеха. То есть если вы сейчас в данный момент лидеры, анализируйте причины своего лидерства, почему вы, допустим, продаете или производите больше, чем конкуренты. Потому что в условиях вот этих вот достаточно быстрых изменений, вот тот базис, на который вы опираетесь, он может уменьшиться. А те группы неудовлетворенные, всегда есть клиенты, которые чем-то недовольны. И вот группы недовольных, они могут стать большинством из меньшинства. И в данный момент времени сегмент клиентов, которые недовольны, допустим, качеством сервиса, вот я к этому сегменту отношусь сам. Если я, допустим, звоню в компанию и в организации, в которую я уже в десятый раз звоню, они опять меня спрашивают, как меня зовут, с кем я работаю в их организации, я должен это помнить, по какому вопросу я звоню, это меня раздражает. То есть я понимаю, что эти технологии сейчас доступны. Все это можно внедрить в Bittrex 24 буквально бесплатно, если использовать встроенную телефонию. И меня это уже начинает раздражать, то есть моя лояльность как клиента падает. Есть еще вот такая вот фраза, достаточно спорная. Если в бизнесе стабильность и предсказуемость, значит он не развивается и, скорее всего, начнет погибать. Но вот хочу обратиться к аудитории, насколько вы согласны или не согласны с этим выражением. Кто согласен, пожалуйста, руки поднимите. А кто не согласен? Так, ну большинство нейтральную позицию заняло. В основном согласны, да. Но я понимал, что это спорная фраза, опять протестировал эксперта. Мы согласны с этой фразой, что если все хорошо и все спокойно, значит все плохо. И может потом гром грянуть. И вот по нашим наблюдениям, к сожалению, это подтверждается фактически. Самые крупные компании внедряют Bittrex 24 поверхностные, не так глубоко, как какие-то игроки, быстро развивающиеся или наоборот потерявшие это лидерство. Вот как раз следующая группа, это вчерашние лидеры. Для них, что важно с нашей точки зрения, понимать потребность клиентов, то есть понимать причины своих неудач и что нужно сделать, выстраивать исходя из этого стратегию, как вернуть себе лидерство и достичь его. Следующие компании, быстрорастущие компании. Вот если говорить про 2017 год, то там был известный бум и лихорадка криптовалютная. И на этом буме сформировались определенные организации, которые занимались продажей оборудования для майнинга. И у них там очереди были на несколько месяцев клиентские. Они особо не напрягались в большинстве своем. А кто-то вкладывал в развитие и успели они закрепиться. И сейчас они хорошо переживают текущие спады. Это группа быстрорастущих компаний. С нашей точки зрения таким клиентам важно систематизировать процессы. Почему? Ну, чтобы масштабироваться было легче. Чтобы легче было увеличивать персонал, свой штат. Ну и есть, конечно же, компании, которых большинство… Я уверен, что многие из вас не относят себя к этой компании, к такому типу компаний, которые не исследуют новые инструменты, новые технологии. Наш опыт показывает, к сожалению, другой результат. То, что компании могут присутствовать на наших семинарах. Достаточно большое количество людей у нас приходит всегда. Но из них начинают внедрение совсем небольшой процент компаний. Мы такие компании называем «нам сейчас не до этого», которые всегда говорят, что у них нет времени. То есть мы таким стараемся не мешать. Следующий слайд тоже спорное заявление. На этот раз наше авторство. Мы считаем, что руководители компаний не до конца понимают процессы, не до конца понимают функционал людей. Зачастую. Конечно же, это не в 100% случаев. Примерно так с нашей точки зрения представляет свою компанию руководитель. То есть определенные люди, ответственные за определенную функцию, вот они там что-то должны делать, так видит компания руководитель. Примерно так видим компанию мы, когда мы начинаем разбираться в процессах, когда мы интервьюируем ключевых сотрудников организации, в том числе и руководители. Ну и есть еще такая штука, как компания, когда на нее смотрят, когда ее контролируют по определенным показателям, она имеет определенные способности показывать себя в таком немного лучшем виде, чем они на самом деле есть. Поэтому мы считаем, что есть еще вот такое состояние компании. Компания принимает вот это состояние, когда никто не сможет посмотреть на нее в данный момент. То есть мы считаем, что так может выглядеть компания, когда на нее никто не смотрит. То есть, например, разговаривая об инструментах конкретных, это вот телефония. Очень ярко это все выявляет. Если внедрять BITX24 как бы не публично, сначала развернуть все технологии и посмотреть, что там происходит в разговорах, то можно ужаснуться. Но в основном руководители наоборот радуются, что они все это начинают видеть. И часто говорят, что там нам телефония за неделю все окупила. С нашей точки зрения все компании обладают определенными свойствами. Что такое вообще свойство именно с точки зрения внедрения BITX24? Это набор качеств компании в целом, которые влияют на успешность и на скорость внедрения BITX24. Прежде всего, это гибкость и способность меняться. Важное, конечно, очень свойство. Чем лучше гибкость, тем легче внедряется BITX24. Компания может быть гибкой, если уже пережила какое-то страшное внедрение какого-нибудь 1С со сложными интерфейсами табличными, и все пережили это и работают. Компания ваша в этой ситуации гибкая, и BITX24 будет очень легко внедряться. Компания в то же самое время может быть упругой или инертной. Что мы подразумеваем под этим свойством? То есть если представить, что компания это как некая паутина, когда вы внедряете BITX24, это изменение сложной системы. Если рассматривать вашу компанию как сложную систему. Вы берете вот эту паутину, как руководитель, который ответственный за BITX24. Мы помогаем тоже это делать. И начинаете перетягивать ее и говорить, что вот новые правила. Вы включаете свой компьютер, не открываете Outlook, как всегда, или какие-то там Excel-таблицы, а открываете BITX24, смотрите там уведомления, там есть колокольчик, открываете, читаете, вам надо отвечать на вопросы и так далее. Вот если вы держите компанию под контролем, и мы там, допустим, внешний контроль осуществляем, все это продолжает происходить. Но если давление руководителя по какой-то причине слабевает или сходит на нет, то компания может принять исходное положение. И мы наблюдали это на нашей практике, когда, например, мы разворачивали ту же самую пресловутую телефонию, которую мы считаем очень эффективным инструментом именно в режиме интеграции с BITX24. И через 4-6 месяцев проводили промежуточные интервью и удивлялись, что телефония уже переставала быть интегрированной, все было как прежде, то есть компания побеждала руководство. Ну и третье свойство, тоже важное, которое с нашей точки зрения сильнее, чем первые два вместе взятые, это именно готовность к изменениям. То есть не способность, а готовность. Люди могут работать в организации и не верить в то, что организация способна выжить. Совсем недавно мы открывали филиал в одном из городов, и там мы сняли офис в офисном здании, достаточно большом, 700 квадратных метров. И организация состояла примерно из 100 человек. И эти 100 человек, они в пятницу услышали, что компания закрылась, и в понедельник никто не вышел. Просто остались пустые коридоры. То есть если организация сверху, донизу считает, что все как бы конец всему, ищут все работы новые, то как бы это неизлечимо. А если организация наоборот понимает, что придется побаровать свои страхи какие-то ради того, чтобы остаться на рынке и как-то там закрепиться, развиться на нем, то такие компании тоже хорошо внедряют у себя Bittrex 24. Ну и если говорить про ответственность. То есть мы считаем, что 50% ответственность – это состояние компании, свойства компании, и непосредственно личность руководителя, курирующего внедрения. С точки зрения организации важны такие вещи, как упорство в достижении цели руководителя, его авторитет, признание персоналом. Ну а с точки зрения интегратора, если интегратор осуществляет внедрение, важен опыт, с нашей точки зрения, также важна специализация именно на Bittrex 24. Ну и компетенции команды, конечно, без них никуда не деться. Так, ну подходим непосредственно к перечислению ошибок, которые типичны, как я сказал, для руководителей компаний разных отраслей, разных масштабов. Часто мы встречаем, что руководители говорят, что окей, все классно, делаем, все, начинаем с продаж. Остальных потом. Почему это ошибка? Или, допустим, начинаем с руководителей, остальных потом добавим. Ошибка потому, что если вы говорите, что сначала о руководителе, но смысл, задач Bittrex 24 в том, что Bittrex 24 показывает всю вашу иерархию. То есть вы как руководитель, как собственник бизнеса начинаете видеть все уровни управления и подчинения до последнего ответственного, который непосредственно занимается этой задачей. То есть бывало, что через неделю после разговора с собственником завода он просто говорил, что наконец-то я стал видеть, что происходит с моими поручениями. То есть это как раз опыт позитивный. Ну и продажи. Если думать, что продажи охватывают только продажи, это неверно. Продажи зацепляют все подразделения, организации. Поэтому на продажи нельзя разворачивать Bittrex 24. Можно, конечно, но более эффективно будет развернуть на всех. Следующее заблуждение – это либо чрезмерное внимание к тому, что говорит персонал, ну мнение персонала на внедрение, реакция, так скажем. Или наоборот, вообще не учитывание мнения персонала. То есть мы предлагаем ранжировать и классифицировать жалобы персонала. То есть если персонал, причина жалоб заключается в том, что подсознательно они защищают свою роль в организации, а снижение роли человеческого фактора как раз и подразумевает то, что роль в среднем всех сотрудников в организации, она снижается. То есть их легче будет менять при необходимости, передача дел будет проще происходить. Мы считаем, что надо обращать внимание, где они говорят про удобство, там прислушиваться. И про бизнес-процессы. Потому что, как я уже говорил ранее, бизнес-процессы больше видны непосредственным исполнителям, которые в этой работе, а не руководству. Ну и любимое дело многих руководителей, к сожалению, вообще это свойственно с нашей точки зрения ментальности нашей, принимать правила и при этом вообще не предполагать, что это будет касаться лично самого руководителя, собственника. То есть когда говорят, да, все классно, у всех будут мобильные приложения, все там обязательно. Когда я спрашиваю, какой конкретно там у вас смартфон, чтобы какие-то вещи продумать, он говорит, так что я-то там вообще, я там не собираюсь вообще находиться, зачем мне-то это типа. Это не очень хорошо. И еще похожий пример, когда переход параллельно с внедрением Bitrix24 происходит на корпоративный домен по почте. То есть да, все класс, мне звонил клиент, он там увидел на сайте Mail.ru, позвонил мне там генеральный директор крупного поставщика, сказал, да что у меня на сайте, на моей организации там Mail.ru, email основной, это же позор, все меняем, все будут на корпоративных ящиках. Я говорю, ну там, вашу как там, мы какие права там, как разограничиваем на ваш ящик. И тоже самая реакция там, как мой ящик, я вообще-то Mail.ru-то, у меня уже 20 лет, вы что? Нет, я остаюсь на своем, естественно, там какой-нибудь там, та-та-та, там собачка Mail.ru. Нет, если вы что-то там силой внедряете в Bitrix24, а Bitrix24 без усилий, без энергии, он не внедрится, то начинайте с себя. Ну вот про СМС уже многое было сказано, да, я слышал реакцию как раз там, одна СМС стоит 7 рублей, это же как, сколько это денег? Если, ну вообще СМС стоит 2 рубля, и тут, конечно, фаз пусть занимается нашей большой тройкой, которая за год примерно, чуть ли не в два раза, цены на коммерческие СМС подняла. То есть это СМС с буквенным именем отправителя, то есть имя отправителя, ваша компания, название. Почему мы очень ратуем за СМС? Потому что, вот представьте, на одной чаше весов пусть даже 7 рублей будет, на другой чаше весов, предположим, сколько надо менеджеру для того, чтобы уведомить поставщика о том, что товар на складе. Ну, предположим, минута. Раскладываем эту минуту, анализируем. Сколько в среднем рабочих часов? 165. В 2017 году было в производственном календаре, 165 в среднем по году часов. И это очень легко переводится, очевидно, в минуты. И получается очень хорошенькая цифра. 10 тысяч минут работают все сотрудники в месяц в вашей организации. Считаем менеджера по продажам, сколько он получает, предположим, 50 тысяч рублей плюс налоги. Получается минута 6 рублей. И что получается у нас? СМС стоит 7 рублей, минута стоит 6 рублей. Все равно менеджеры побеждают. Как же так? Зачем эти СМСки? Все правильно, мы не будем их внедрять. Неправильно. Потому что СМС, автоматически который отправляется, когда ваши менеджеры меняют стадию сделки, они просто передвигают квадратик на комбане. То есть это для них не напряг. А вот позвонить, дозвониться до клиента, чтобы у него еще в этот момент повезло, что он сможет с вами поговорить, а не скажет там, перезвоните через час, и они обязательно забудут это. И уже лояльность начнет падать и так далее. Так вот, с нашей точки зрения, именно как в одной рекламе говорится, что минута менеджера стоит 6 рублей, а вот минута менеджера, в которую он звонит в тот самый момент, когда нужно звонить, она бесценна. И уже на чаше весов получается 7 рублей против бесценного. Ну и телефония. Телефония – долгая, конечно, история. Мы просто, поверьте нашему экспертному мнению, надо внедрять обязательно телефонию. Если у вас в компании вы один работаете, все равно интегрируете телефонию. Иногда заказчики говорят, вы знаете, у нас там такие разговоры, у нас там такие клиенты, там субподряд, подряд, генподряд, там тендера. Ну, как бы не надо представлять, что вы там какие-то тайные разговоры или переписки ведете. Благодаря закону известной женщины на нескольких серверах все разговоры и так хранятся годами. А здесь мы предлагаем, чтобы записи разговоров работали на вас и помогали вам продавать больше. Ну, и есть еще одно заблуждение, когда мы автоматизируем бизнес-процессы. Иногда некоторые клиенты со схемами уходят в страшные вещи, такие как, например, там в течение двух лет некоторый клиент уже рисует бизнес-процессы. Если прийти к нему в офис, то можно в кабинете увидеть там на всю стену эти квадратики, стрелочки и так далее, которые постоянно меняются. Не нужно уделять внимания этой схеме больше 30 минут. Вот позовите начальника отдела продаж, посадите его напротив себя и скажите «рисуй» или «рисуйте схему, как у вас там продажа». Она там покажет, что позвонил клиент, потом пришел, написал, мы там спросили, что ему нужно, предложение коммерческое сделали, потом мы должны позвонить, спросить, что там, как, рассмотрели, не рассмотрели, потом еще раз спросить, потом встреча, потом договор, счет, и все, поехала реализация. Вот и вся схема. И такая схема, если мы ее вслепую предложим 80% клиентов, они ее на 50% согласуют. А если мы будем ждать месяц, то их схема минимум на 50% претерпит изменения. То есть, поэтому мы не рекомендуем уделять этому внимание. Не бывало еще ни разу, чтобы схема бизнес-процесса соответствовала действительному бизнес-процессу. Когда мы внедряем Bittrex 24, всегда мы проводим опрос, показываем инструменты, живые ленты, что там можно как бы всю компанию спрашивать, как вам Bittrex 24 обычно вопрос делаем. У нас варианты были «отлично», «норм», свой вариант в комментарии. Потом мы поняли, что в принципе компания голосует так, как какой руководитель. Если руководитель тиран, авторитарный, то там 100% все пишут «отлично». Bittrex 24 – «отлично». Все все счастливы, смотришь пульс портала, там никакой он, он не заходит вообще в него. Но у одного клиента небольшого мы проводили обучение, и тут я услышал наконец-то реакцию, которая на самом деле похожа на правду. Один из сотрудников рядом сидел, я пишу варианты при них, прям это вопрос, и она говорит там «мама дорогая». Вот это большинство ваших сотрудников, они именно так будут воспринимать Bittrex 24. И это нормально, потому что целые там исследования делаются, фобии куча вокруг этого продукта, вокруг вообще любой новой технологии. Ничего страшного в этом нет. По нашей статистике вообще надо до шести месяцев терпеть и сдерживать организацию свою, чтобы они через шесть месяцев стали вдруг счастливыми и говорили, что как все удобно, удобнее ничего не придумать. Это, конечно же, тоже заблуждение. Ну и по ожиданиям. Сразу хочется проговорить, что вообще Bittrex 24 не идеален. Интерфейс Bittrex 24 тоже не идеальный. Что-то надо будет заучивать. Задачи у некоторых крупных организаций. Вот первые два месяца с ними общаешься, они говорят, вау, вау, все классно, я там быстро вижу реакцию подчиненных, вижу, что делается. Все задачи туда, все, сейчас все перенесли, все, что там у нас висело. Через два месяца спрашиваешь, ну что, как там у вас там проходит, уже все, грусть, печаль. Потому что все, что не делалось, теперь вообще видно стало. То есть раньше хоть никто не мог вспомнить, что за проблемы в организациях. Сейчас просто смотришь, в задачах все красным красно. То есть надо понимать, что вот эти менеджерские вещи, постановка задачи, контроль и мотивация, никуда они не делись. Просто вы приобретаете в руках инструмент, который будет вам позволять это быстрее все делать. Но он требует внимания, требует вашего времени, особенно первые месяцы. Вы будете тратить больше, чем получать. Но эти инвестиции, поверьте, окупятся. Ну и продажи. Да, продажи чудесным образом не пойдут вверх. Если сотрудники не будут реагировать на то, что система говорит, что неделю клиенту без внимания его заявка, и если руководитель не будет реагировать на то, что система будет писать ему, что вот менеджер, он две недели уже ничего не делает, то, естественно, там волшебным образом клиент не прибежит счастливый и скажет, что вы там меня посылаете, ничего не делаете, но я все равно как бы сильнее вас, я вот вам деньги принес и куплю. Такого не будет происходить. Зачем тогда нужен Bittrex 24? Уже несколько вариантов я слышал. Это наша версия. Сложно, конечно, оценивать, насколько задачи становятся лучше. Если смотреть целый комплекс вещей, то есть представьте вашу компанию через три года. Представьте, что все поручения уже прошли через Bittrex 24. Все они индексируются. По любому слову можно найти задачу. Если вы не помните ни одного ключевого слова, название файла, вы можете просто по тематике достаточно быстро, меньше чем за минуту найти любую информацию. То есть вот это дает дополнительные бонусы. Постановка задачи, она может занимать больше времени. Но вот то, что вы больше внимания будете постановке уделять, это тоже повышает эффективность работы всей компании, снижает брак. Фактически рост продаж. В два раза есть клиенты, которые ввели статистики по продажам. Есть клиенты, которые внедрили Bittrex 24 и на том же рынке, на том же самом примерной ситуации через год получили рост по пиковым продажам в два раза. Наш собственный проект, который мы полтора года ведем, такой подопытный. Там комплекс мер мы осуществляем и осуществили. Начали мы с интернет-магазина в связке с Bittrex 24. Bittrex 24 автоматизировали вообще как только можно, но, естественно, недостаточно. Ну и интернет-продвижение делали. Так вот там фиксируем в 10 раз рост. Но было, конечно, там все очень плохо. Ну и третий момент. Клиенты, с которыми мы общаемся, они нам говорят откровенно, что да, как бы проблемы-то есть, но жалеют они о том, что раньше они не начали это внедрение. Но поверьте мне, сейчас вообще далеко не поздно. И еще ближайший год далеко не поздно это делать. Вы опередите, скорее всего, свой сегмент в вашей отрасли. Ну, подытоживая, хочу напомнить о прописной истине, что время и деньги – это основной ресурс. Надо начинать. Начинайте внедрение. Сейчас, если у вас нет Bittrex 24, на Bittrex 24.ru, заходите, там кнопка «Начать бесплатно», вводите e-mail, все, появился у вас Bittrex 24. Если у вас есть Bittrex 24, развивайте. Сегодня был отличный релиз новой версии, там куча инструментов, которые с нашей точки зрения работают. Ну и желаю всем успеха. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Павел. У нас есть время на пару, наверное, вопросов. Если у вас есть вопросы, то поднимайте руку. Вот я уже вижу один и второй сразу же. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Здравствуйте. Сейчас при внедрении Bittrex с собственником возникает вот такой следующий вопрос. Весь бизнес-процесс, он, ну там, конвейерный тип, и, собственно, хочет на каждом из узлей, чтобы выдавался какой-то сигнал, ну, счетчик, грубо говоря. И приходится там весь бизнес-процесс дробить на кучу задач, там, ставить бизнес-процессы, что они постоянно отщелкивались. И вот хотелось бы спросить ваши, как вы считаете, какое оптимальное количество вот этих вот, ну, лампочек, конвейера должно быть в проекте, ну, для того, чтобы работа была эффективной? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. На самом деле мы вот на нашем проекте подопытном на себе ощутили, что если переавтоматизировать, перекрутить, так скажем, автоматизационные эти уведомления, когда их больше 200 в день на руководителя, то это превращается в такую милую кашу. Даже ни одно слово не читается из этих уведомлений. Там все красно, там Bittrex24 пишет взрыв, там клиент сейчас уйдет. Вообще без разницы. Надо сокращать в три раза. То есть 70 в день, вот с нашей точки зрения, это предел. То есть надо отталкиваться от количества уведомлений автоматизированных на единицу человеческую. И если их много, то просто уменьшайте, а эффективность поднимется. Им будут уделять внимание, их будут читать. Еще, пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, чтобы внедрить Bittrex, с чего лучше всего начать, чтобы туда завлечь людей, чтобы они там, не знаю, занимались, сидели, какие-то задачи ставили. И вообще, ну вот с чего вообще начать? Сколько сотрудников вашей организации? Подскажите, пожалуйста. Ну, около 20. 20 сотрудников, отличный масштаб. Самое успешное наше внедрение на вот этом сегменте клиентов. Мы рекомендуем, конечно же, обратиться в компанию интегратор опытную. Если вы хотите самостоятельно, тоже можно, чего страшного нет. Надо, чтобы руководитель, собственник или сын собственника сказал всем на общем собрании, что вот Bittrex 24, мы приняли решение, все в нем будут работать. Кто не будет работать, значит, не работает. Зарплату не платим. И все. И там, что у вас болит, как говорится, продажи, внедряйте CRM, с процессами проблемы, задачи. Вот. Читайте, смотрите YouTube. Встроенный помощник по статистике 1S Bittrex отвечает на 95% вопросов. Все можно самостоятельно изучить, понять вопрос, как вы цените время свое. А еще вопрос. А вот с 1S как-то интегрируется? Ну, вот сегодня Сергей Рыжиков сказал, что да, как-то интегрируется. До этого я бы не сказал, что интегрируется. Спасибо большое. Он сказал, что да, сделают. Мы очень ждали этих слов. Так что будем надеяться, что на самом деле что-то появится. На самом деле мы тоже очень ждали этих слов, потому что мы тоже работаем в Bittrex. Спасибо большое, Павел. Спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо. Спасибо.